Библейский портал экзегет.ру представляет 27 глава книги Иисуса Сына Сирахова. Я читаю синодальный перевод для библейского портала Экзегет. У нас тут была долгоженская тема, как плоха-плохая жена, как хороша-хорошая, но плохой он гораздо больше говорит. Видимо, опыт такой был у человека. Потом такие какие-то бытовые замечания. 26-я закончилась неожиданной деталью. Купец едва может избежать погрешности, а корчемник не спасется от греха. То есть занятие торговли, особенно содержание всяких пятийных заведений, конечно, способствует тому, что человек так или иначе ошибается и даже напрямую грешит. Но это же мелочи, нет? Многие погрешали ради маловажных вещей, и ищущие богатство отвращают глаза. Вот, да, вот где-то на копеечку обманул, а это грех. Посреди скрепления камней вбивается гвоздь. Понятно, если у нас стына каменная, мы хотим бить гвоздь. Гвоздь в камень не вобьешь. А там, где вот какая-то замазка, цементный какой-то раствор, цемента еще не было, глиняный какой-то раствор, туда он войдет. Так посреди продажи и купли вторгается грех. Вот та самая щелочка, куда гвоздь легко войдет. Ну да, то есть торговля способствует обману и прочим вещам. Если кто не удерживается тщательно в страхе Господнем, то скоро разорится дом его. Но отсюда вывод, да, что это все не на прибыль работает. И дальше такие маленькие детали про разного рода грехи. При трясении решета остается ссор. Решета сегодня так уж не делают, просеивают что-то через сито. Сито еще русское слово. И зерно вываливается вниз, да, а более крупные частицы остаются. Так не чистота человека при рассуждении его. Вот человеку нужно размыслить, это призыв к рефлексии. Подумай, как ты живешь. Протряси зерно, останется ссор, ты его выкинешь потом. И будет зерно чисто. Глиняные сосуды испытываются в печи. Ну, обжигаются, проще говоря. А испытание человека в разговоре его. Вот поговорил с человеком, становится понятно. До этого он как бы глина, а тут он уже горшок. Уход за деревом открывается в плоде его. Так и в слове и помышления сердца человеческого. Слово есть, собственно говоря, плод, очевидный людям. Прежде беседы не хвали человека, ибо она есть испытание людей. Поговори сначала, потом будешь знать, кто он. Если ты усердно будешь искать правду, то найдешь ее и обличешься ею, как падиром славы. Падира – одеяние шикарное. Птицы слетаются к подобным себе, и истина обращается к тем, которые упражняются в ней. Как лев подстерегает добычу, так и грехи, делающие их неправду. Такие вот, вроде бы не связанные между собой изречения, но смысл общий их примерно одинаков. Подобное тянется к подобному. «Беседа благочестивого – всегда мудрость, а безумный изменяется, как луна». Интересно, луна всегда тоже разновидность такого заболевания психического. Луна же каждую ночь чуть-чуть другая. Вот безумный под воздействием фас луны или сам по себе тоже все время другой. «Среди неразумных не трать времени, а проводи его постоянно среди благоразумных». Ну, с кем поведешься, от того и наберешься. Об этом уже было несколько изречений. «Беседа глупых – отвратительная, и смех их в забаве грехом». Да, бывает так, что смех – это забава грехом. «Пустословие многоклянущихся поднимет волосы дыбом, а спор их заткнет уши». «Многоклянущиеся» – об этом был отдельный целый эпизод, несколько глав назад, как это плохо. Ну, потому что, если они много клянутся, значит, они, когда без клятвы, то вообще за своими словами не следят совершенно клятвы, их способ сказать, ну, это я всерьез. «Ссора надменных – кровопролитие, и бронях не сносно для слуха». «Ссора, которая ведет к кровопролитию». Вот это все лишнее. Здесь такая немножко сборная глава, все чуть-чуть так вот, как попало, расположено. Такое бывает в книгах. При мудрости, по крайней мере, мы не понимаем логики. Можно ее попытаться найти. Ну, ладно, «Ссора надменных – кровопролитие». А дальше «Открывающий тайны потерял доверие и не найдет друга по душе своей». То есть болтать о чужих секретах – это практически то же самое, что ссориться с надменными. «Люби друга и будь верен ему, а если откроешь тайны его, не гонись больше за ним, ибо как человек убивает своего врага, так ты убил дружбу ближнего. И как ты выпустил бы из рук своих птицу, так ты упустил друга и не поймаешь его. Не гонись за ним, ибо он далеко ушел и убежал, как серна из сети. Рану можно перевязать, и после ссоры возможно примирение, но кто открыл тайны, тот потерял надежду на примирение». Смотрите, еще раз он об этом говорил более подробно. С другом бывает, что и поссоришься, но потом помиришься, да? А вот открывать его тайну – это навсегда, это отвращает его. И понятно, это простая предосторожность. А человек, который раскрыл тайну, его нельзя допускать к другим тайнам. А друг – это тот, кому ты доверяешь свои тайны, тот, кого ты допускаешь к себе близко. И если ты вдруг увидел, что он причинил тебе зло, вот, вблизи от тебя, то, конечно, ты больше не допустишь. «Кто мигает глазом, тот строит кузни, и никто не удержит его от того. Перед глазами твоими он будет говорить сладко и будет удивляться словам твоим, а после извратит уста свои и в глазах твоих откроет соблазн. Многое я ненавижу, но не столько, как его, и Господь возненавидит его». Вот, опять-таки, здесь даже не о друге, а вообще о человеке, который мигает глазом, то есть подмигивает, подает какие-то сигналы. Но это мы так, в скобках, в кавычках имеем в виду, да? Такой жест сегодня принятый, кавычки человек ставит. А после все извратит, откроет соблазн. Ой, да, часто бывает, что что-то скажешь, а потом человек это так перевернет, что даже не узнаешь собственных слов. Это уже не только про друга, это вообще. «Кто бросает камень вверх, бросает его на свою голову, и коварный удар разделит раны». Ну, понятно, если взять и бросить камень, он потом на тебя упадет. Зачем человек это делает? «Кто роет яму, сам упадет на нее, и кто ставит сеть, сам будет уловлен ее». Не роет другому яму, это же отсюда, да? Зачем рыть яму? Видимо, это какие-то способы повредить ближнему, да? Бросить камень, рассчитывая, что он упадет на кого-то, вырыть яму, рассчитывая, что кто-то в нее свалится. Но в результате человек, прежде всего, сам себя и загоняет в ловушку. Кто делает зло, на того обратится оно, и он не узнает, откуда оно пришло к нему. «По смеянии, поношение от гордых и мщение, как лев, подстерегут его. Уловлены будут сетью радующиеся о падении благочестивых и скорбь измождитых прежде смерти их». Ну, и вот еще и еще раз о злодеях, и не только о тех, кто творит зло, но о тех, кто радуется злу, о тех, кто негодует при виде, наоборот, праведности. Вот это все примерно одно и то же. Значит, отношения человека, оно влияет на его судьбу в не меньшей степени, чем его собственные поступки. Злоба и гнев тоже мерзости, ему уж грешны, будут обладаемыми. Это такой вывод из всех этих изречений. Ну, тема недолжного отношения, она будет развита в 28 главе.